Здравствуйте! С вами я, Анна Махова, и вы смотрите «Надо помочь». Мы рассказываем реальные истории людей, которые нуждаются в помощи, о судьбах маленьких детей со взрослыми проблемами, о взрослых, которые не в силах справиться с бедой сами. Сегодня в эфире. Вернуться некуда, дома нет. Есть друзья, у которых я вечно не могу оставаться. Матвей родился, у него при рождении сразу же были проблемы, у него был высокий белорубин при рождении, и он стал резко подниматься, и на седьмые сутки ему сделали переливание крови. Это было жизненно необходимо. Хотелось бы сказать огромное спасибо людям. Откликнулись все просто. Я тоже не ожидал. Надежда Сердцева. Сирота. Она одна в 25 лет воспитывает маленького сына. Единственный дом, в котором жила девушка, сгорел. Сегодня с ребенком на руках Надежда обивает пороги друзей и знакомых в поисках приюта и стучится в закрытые двери различных инстанций в просьбе помочь решить жилищный вопрос. В свои годы 10 месяцев Вениамин смело познает этот большой, пока совсем незнакомый для него мир. Яркие игрушки так и притягивают к себе, а большая цветная пирамида ее так весело и просто собирать, когда рядом мама. Она поможет, подскажет. Родная, любимая, единственная. Мама олицетворяет для этого мальчика все, даже дом, которого у них двоих нет. Пока мы жили в Тольятти, мне позвонили, сказали, что дом сгорел. Точно так же, как сегодня Надя, самая важная для маленького Вениамина, для нее в жизни самым главным человеком тоже была мама. Папа умер, когда девушке было всего 7 лет, и мама одна воспитывала Надю и ее младших брата и сестру. За месяц до совершеннолетия мама девушки умерла. Сестра переехала жить к тете, а Надя осталась жить с братом в том же доме, где и жила раньше. Дальше я училась в колледже в Кептах. Отучилась 4 года. Надя стала строить свою жизнь, как цветную пирамидку, только уже без мамы. И одной это делать оказалось гораздо сложнее. Отношения с отцом Вениамина не сложились. Надя – мать-одиночка. Любимого брата после возвращения из армии словно подменили. Его поведение стало пугать. Опасаясь за сына, девушка буквально сбежала из дома и стала кочевать по друзьям. А через полгода их с братом дом сгорел. Приехала, увидела то, что там осталось две стены от дома и все. Когда у Надежды хотя бы по документам был дом, она в Торе своему имени надеялась, что рано или поздно все образуется и она вернется в него. Но после пожара девушка поняла, что возвращаться некуда. Когда дом сгорел, я поняла то, что надо что-то делать. Но как делать и куда идти? Но я не понимала, как это делать с ребенком. По документам Надя – сирота. Мама умерла, когда ей было только 17 лет. Это значит, что девушке полагается жилье от государства. После пожара Надя пополнила ряды погорельцев и опять же по документам имеет право хотя бы на временное жилье. Девушка стала ходить по инстанциям в просьбе помочь ей выделить с сыном хотя бы какой-то угол. И очень быстро почувствовала себя героиней фильма «Приходите завтра». Вернуться некуда, дома нету. Есть друзья, у которых я вечно не могу оставаться. Недавно Надя с ребенком на руках постучала в двери центра «Ты не одна». Там девушку взяли под свое крыло, но это временная помощь. Находиться в центре Наде сможет лишь несколько месяцев. Также помочь Наде вызвался Самарский областной родительский комитет. Вместе они пытаются решить главную задачу – определить статус девушки. Но пока тоже безрезультатно. Они очень просят помочь им в решении этого вопроса. Также Надежде остро необходима материальная помощь. У девушки нет средств ни на одежду, ни на питание. Если вы хотите помочь, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-937-104-47. Куратор истории Сердцевой Оксана Владимирова. 11-летний Матвей Гординский из города Тольятти вскоре после рождения лишился одного глаза. Долгие годы мальчику бесплатно ставили глазной протез. Но с 2006 года родители вынуждены самостоятельно оплачивать замену протеза. Все эти годы они справлялись своими силами. Но после рождения третьего ребенка в семье средств стало катастрофически не хватать. Семье нужна помощь. В семье Гординских вечера коротают весело. В доме шум и гам. Это двухлетняя Полина – всеобщая любимица. Именно она задает ритм и веселье. Старшие братья Тимофей и Матвей с удовольствием занимаются с сестрой и подключаются к ее играм. Тимофею 16. Самое время задуматься о будущей профессии. Но парень пока не может дать ответ на вопрос, на кого пойдет учиться после школы. А вот 11-летний Матвей, кажется, уже точно знает, кем станет, когда вырастет. Матвей у нас очень такой увлекающийся личность. Он любит заниматься кулинарией. Он помогает мне очень в этом. Вообще мечтает стать поваром. Кажется, у Матвея есть все, чтобы мечта стала реальностью. Большое желание, усердие, любящие родители, которые поддерживают выбор сына. Главное, чтобы и здоровье не подкачало. А в этом вопросе уже не все зависит от Матвея и его родителей. Так сложилось, что осложнения после родов оставили свой отпечаток на мальчике. Матвей родился, у него при рождении сразу же были проблемы. У него был высокий белорубин при рождении. Он стал резко подниматься. На седьмые сутки ему сделали переливание крови. Это было жизненно необходимо. И после вот этой операции он был очень отечный. И не лечили ему глаз, где было кровоизлияние изначально. Как бы природа кровоизлияния в глаз. Глаз не лечили. И запущен в таком состоянии, когда мы через месяц приехали уже в Самару, нам удалили его полностью, потому что сказали, что его восстановить невозможно. В два месяца Матвей лишился глаза. Скрыть эту беду позволял протез. Его Матвей меняет регулярно по мере своего роста. До года приходилось это делать раз в два месяца. Сегодня протез мальчику меняют раз в год. До 2006 года у Матвея была инвалидность. Она позволяла менять протез бесплатно. Мы прошли обследование на Ирошевского. Сказали, что здоровый глаз видит на 100%. И ориентир идет по законодательству на здоровый глаз. Если здоровый глаз видит 100%, до 30% угол, если глаз видит, то все нормально. Ребенка инвалидность не положена. Замена старого протеза на новый стоит порядка 10 тысяч рублей. Сумма незначительная. И все эти годы семья Гординских с ней справлялась. Но после появления маленькой Полины расходы в семье увеличились. А вот доходы, напротив, стали меньше. Гординские живут от зарплаты до зарплаты главы семейства. Она составляет порядка 20 тысяч рублей. В 2015 году родителям Матвея с трудом удалось оплатить замену протеза. Сейчас они больше всего переживают, что в следующий раз им это уже не удастся. Тогда все будут видеть, что Матвей особенный. Сложно предугадать, как это отразится на судьбе 11-летнего мальчика. Но понятно одно, что планы и мечты Матвея окажутся под угрозой. Если вы хотите помочь семье Гординских, вы можете сделать это, связавшись с мамой мальчика Анжелой Гординской по телефону 8 927 024 85 74. Трехлетняя Вера Корчагина болеет сахарным диабетом. Девочка очень тяжело переносила уколы, которые приходилось делать по 15 раз в сутки. По квоте ей выдали инсулиновую помпу, которая значительно облегчила жизнь малышки. Но расходники к ней родители должны были покупать за свой счет. Месяц на это уходит порядка 12 тысяч рублей. Для Корчагинах это неприподъемная сумма. За помощью они обратились в РУСФОНД и получили необходимую помощь. Она очень у нас подвижная, любит рисовать, бегать. Светлана и Павел Корчагины рассказывают про свою трехлетнюю дочку Веру. Она тем временем, не замечая никого вокруг, с аппетитом уплетает за опи щеки любимые хлопья. Казалось бы, ничего примечательного и удивительного. Но для родителей Веры и для самой девочки это счастье. Еще год назад есть то, что хочется, да еще вот с таким аппетитом для Веры было невозможно. Ребенок совершенно был здоров. До года даже не замечали ничего. Активно развивалось все. В год и три, в один миг за месяц она стала очень сильно худеть, лежала, большая слабость появилась. Мы сначала не понимали, было жарко, думали, что как бы от жары. Но когда днем Вера легла спать и родители уже не смогли ее разбудить, стало понятно, что случилась беда. Девочка практически впала в кому. В больнице у нее диагностировали сахарный диабет. В течение года мы были на шприцах. Но так как ребенок маленький, она уворачивалась от уколов. У нас появились шишки, гематомы. Вот она показывать начала. Сейчас животик уже выровнялся, шишки прошли, рассосались. Малышке приходилось делать до 15 уколов в день. Сахар постоянно был нестабилен и колоть инсулин приходилось даже ночью. Строгая диета и постоянный контроль не давали результатов. При виде шприца у Веры начиналась истерика. Она пряталась от родителей и уже в таком маленьком возрасте начинала терять свою веру во взрослых. Инсулиновая помпа вернула Корчагинам Веру, маленькую веселую девочку, которая перестала плакать и прятаться от мамы с папой. В садике даже заметили, что на помпе она стала более активной, полегче стала. Инсулиновую помпу родителям выдали бесплатно, но расходники к ней необходимо покупать за свой счет. В месяц на это уходит порядка 12 тысяч рублей. Когда Светлана и Павел поняли, что не в силах столько тратить на расходники, больше всего они испугались снова потерять свою маленькую веселую веру. И тогда они обратились за помощью в Росфонд. Помощь пришла нам, катетеры, резервуары. Мы очень рады и очень благодарны за эту помощь, которую нам оказал Росфонд. Неравнодушные люди просто не смогли лишить Корчагина их веры, не могли оставить в беде самую маленькую веру. Меньше чем за месяц ей собрали средства на покупку расходников в консулиновой помпе на год. Вообще молодцы, конечно. Мы не думали, что настолько быстро и вообще столько людей отзовется, потому что звонили, спрашивали и отзывались. И очень это трогает. Хотелось бы сказать огромное спасибо людям. Откликнулись все просто. Я тоже не ожидал, что вообще такое огромное количество, так быстро все это произошло. Я даже не успел опомниться, как нам так быстро помогли Росфонду, всем людям. Огромное спасибо, кто принимал участие. Благодаря многим неравнодушным людям, маленькая Вера получила на год необходимые расходные материалы к помпе. Семье Корчагина их помогли, но в помощи нуждаются еще и следующие герои. Четырехлетняя Настя Еркина. Девочка болеет редким генетическим заболеванием. Единственное лечение – это особое питание и прием специальных препаратов, которые стоят дорого. Родителям Насти закупать их самим не по силам. Им нужна помощь. В Самаре работает благотворительная группа для детей с диагнозом ДЦП при детском саде «Жемчужинка». В нее ходят дети, которых не берут в муниципальные сады. Родители приводят сюда детей на безвозмездной основе. Группа работает благодаря пожертвованиям. Но сегодня в саду сложилась тяжелая финансовая ситуация. С ноября прошлого года воспитатели особой группы не получают зарплату. И если в ближайшее время не появятся благотворители, которые готовы помочь группе материально, ее придется закрыть. В Тольятти живет 25-летняя Лилия Будко. У девушки ДЦП, приступы эпилепсии. Лилия живет совершенно одна и нуждается в материальной поддержке. Но сегодня она просит помочь ей не деньгами. Лилия ищет друзей. Следующим героям помогли. В Самаре при поддержке Самарской епархии открылся Центр помощи женщинам с детьми «Ты не одна». В Центре мама с детьми получает не только ночлег и питание. Главная помощь специалистов Центра – это решение проблемы, за которых женщины оказались в тяжелой жизненной ситуации. На протяжении нескольких месяцев Самарская областная больница имени Ирошевского совместно с волонтерами общественной организации «Домик детства» проводила конкурс детского рисунка «Я вижу мир». В нем приняли участие как здоровые дети, так и те, у кого есть проблемы со зрением. В областной клинической больнице имени Середавина стартовал проект «Больничная клоунада». Каждую неделю клоуны-волонтеры будут выступать перед ребятами, которым предстоит тяжелая операция, помогут им скорее поправиться в послеоперационный период. Сложно сказать, как сложился бы этот год у маленькой Веры Корчагина «Не окажи столько людей в поддержку ее семье». Но, к счастью, их просьбу о помощи услышали. Сегодня помочь просит одинокая молодая мама-сирота Надежда Серцева и 11-летний Матвей Гординский. И именно от вас зависит, как сложится их дальнейшая судьба. Несите добро. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok